Алексей Навальный Политик Я смотрел вчера на заседание Совета Безопасности Это сборище маразматиков и воров Кажется, наш ФБК делал расследование коррупции каждого из них И думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из политбюро ЦК КПСС Которые примерно вот так же, по собственной прихоти Воображая себя геополитиками за великой шахматной доской Приняли решение о вводе советских войск в Афганистан Результатом стали сотни тысяч жертв Травмы целых наций Последствия которых не можем преодолеть ни мы сами Ни Афганистан И возникновение одной из ключевых причин развала СССР Те маразматики из политбюро прикрывались двуличной идеологией Эти путинские маразматики даже идеологии не имеют Только постоянную и неприкрытую ложь Они даже не утруждают себя тем Чтобы их часу сбили имел бы малейшую правдоподобность И тем, и этим нужно одно Отвлечение внимания народа России от реальных проблем Развития экономики Роста цен Царящего беззакония И переключение его в формат имперской истерики Вы давно смотрели новости федеральных каналов? Я вот смотрю только их и уверяю вас Там вообще нет новостей о России В буквальном смысле От первой до последней новости Украина, США, Европа Голой пропаганды и маразматикам и ворам уже не хватает Им хочется кровушки Хочется танковые фигурки подвигать на карте боевых действий И вот, глава политбюро ХИВЕКО выступает с поистине безумной речью Самую точную метафору о ней дал Конечно, Твиттер Но чисто мой дед напился на семейном празднике и достает всех своим рассказом о том Как на самом деле устроена мировая политика Было бы смешно, если бы пьяным дедом не был человек 69 лет Удерживающий власть в стране с ядерным оружием Замените Украину в его речи на Казахстан, Беларусь, страны Балтии, Азербайджан, Узбекистан и так далее Включая даже Финляндию И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда маразматика Все это очень плохо кончилось для всех в 1979 году И сейчас кончится плохо Афганистан был разрушен Но и СССР получил смертельную рану По вине Путина уже сейчас могут погибнуть сотни А в дальнейшем, десятки тысяч украинцев и граждан России Да, он не даст Украине развиваться Утащит ее в болото Но и Россия заплатит такую же цену У нас все есть для мощного развития в 21 веке От нефти до образованных граждан Но мы снова просадим Расстратим исторический шанс на нормальную богатую жизнь Ради войны, грязи, лжи и дворца с золотыми орлами в Геленджике Путин и его воры маразматики из Совбеза и Единой России Враги России и ее главная угроза А не Украина и не Запад Путин убивает и хочет убивать больше Кремль делает вас беднее, а не Вашингтон Это не в Лондоне так ведут экономическую политику Что борщевой набор пенсионера подорожал вдвое А в Москве Бороться за Россию, спасать ее Это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти Ну а сейчас это означает и банальное бороться за мир